Лаборатория Сандия в США опубликовала пресс-релиз, в котором речь идет об испытаниях, проведенных еще в августе этого года. Уточним, эта лаборатория является примерным аналогом совкового НИИ, хотя и с другой организацией и структурой. Но она выполняет примерно такие же задачи. В частности, в ее компетенцию входит разработка неядерных компонентов ядерного оружия, в частности, авиабомб. Кроме того, здесь же решаются вопросы интеграции конкретного образца ядерного оружия в определенную систему вооружений. В данном случае испытания проводились по программе интеграции новой ядерной авиабомбы B61-12 с многоцелевым самолетом пятого поколения F-35. До этого новый боеприпас был адаптирован для носителей B-2 и F-15, а этот комплекс испытаний дал зеленый свет и для применения этого оружия в новейшем самолете. В самом деле, если в бомбардировщике B-2 боеприпас находится внутри его корпуса в бомбовом отсеке и бомбометание происходит на дозвуковых скоростях, то F-15 несет боеприпас на внешней подвеске и, насколько известно, бомбометание тоже производится на дозвуковых скоростях, то данные испытания показали возможность выполнять бомбометание из внутреннего отсека фюзеляжа на сверхзвуковой скорости. Согласно опубликованному отчету, испытания проводились на полигоне Тонопа, штат Невада, с использованием инертного боеприпаса. Испытания должны были показать как возможность эффективного использования авиабомбы в разных режимах полета, так и надежность в плане случайного или нештатного срабатывания одной из систем самолета или боеприпаса. В частности, стало известно о том, что минимальная высота бомбометания, которая была продемонстрирована, составила около 3 километров, и у самолета было более 40 секунд времени для того, чтобы уйти из зоны поражения. То есть отработана ситуация применения ядерного оружия с необычайно низкой высоты. Именно поэтому носитель и работал на сверхзвуковой скорости, чтобы получить безопасное расстояние от эпицентра взрыва. В итоге США получили стелс-систему, которая способна преодолевать систему ПВО противника и осуществлять бомбометание с минимальной высоты. Здесь имеет смысл заметить, что новая ядерная авиабомба получила уникальные свойства, которые делают ее универсальным и крайне эффективным оружием. Самое главное, что теперь эта авиабомба стала высокоточной. Если предшествующие образцы имели отклонение от цели до 170 метров, то B61-12 имеет максимальное отклонение до 30 метров, а на самом деле еще меньше. В результате такой точности может не понадобиться максимальная мощность заряда 50 килотонн, и боеприпас имеет возможность регулировать мощность взрыва электронным путем, даже после того, как он уже летит к цели. То есть имеется возможность применить мощность боеприпаса, не больше необходимой для поражения конкретной цели. А чем меньше мощность взрыва, тем ниже может спуститься самолет с тем, чтобы не оказаться в зоне поражения. Таким образом, малозаметный самолет получает хирургически точное ядерное оружие, которое можно применять незаметно и аккуратно, без лишнего сопутствующего ущерба. И похоже на то, что сертификацию получит вся линейка самолетов, в отличие от F-15, который имеет специальную модификацию, способную нести ядерное оружие. А теперь просто вспоминаем, какие страны уже закупают этот самолет.